Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Итак, сегодня в выпуске. Подготовка к курортному сезону. В Анапе начались масштабные работы по благоустройству и наведению санитарного порядка. Большой ремонт ради больших побед. Совсем скоро учащиеся седьмой школы испытают обновленный бассейн. Люди, которыми славится Анапа. С чего начиналось региональное движение ветеранов войны в Афганистане – история из уст его основоположника. Сегодня в Краснодарском крае отмечают День спасателя Кубани. В Анапе чествовали самых мужественных и самоотверженных – тех, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения людей. Анапские спасатели всегда на страже безопасности не только жителей курорта, но и его многочисленных гостей. Только за минувший год анапские отряды службы спасения выполнили 346 аварийно-спасательных и других неотложных работ. Оказали помощь 157 пострадавшим. А с начала 2017 года на их счету порядка 30 спасательных работ и около 10 спасенных жизней. Сегодня лучшие из лучших удостоились почетных грамот и благодарностей главы города-курорта Анапа. А во всем мире сегодня отмечается День борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Анапская молодежь по-своему отметила эту дату. Ребята своим примером показали здоровую альтернативу пагубным привычкам. Более сотни студентов высшего и среднего профессионального образования приняли участие в легкоатлетическом забеге. Молодые и спортивные легким бегом проследовали по маршруту от Малой бухты до Театральной площади. Дистанцию в 2 километра ребята преодолели менее чем за 15 минут. На финише бегунов ждала утренняя оздоровительная зарядка. Организаторами мероприятия выступили городское управление по делам молодежи, Центр патриотического воспитания молодежи Ратмир и Молодежный центр 21 век. Очень позитивная энергетика, конечно, присутствует. И с каждым годом я могу сказать, что все больше и больше ребят принимают участие, все больше, так сказать, к здоровому образу жизни приобщаются и участвуют с удовольствием. Даже вот многие просто по своей, даже не студенты, просто обычные жители города. Не хочется, чтобы люди в нашем возрасте губили себя именно такими вещами, ничего в жизни не повидав. Поэтому я считаю, что такие мероприятия нужно проводить и надо. Кроме этого, в рамках акции молодежные активисты раздали жителям и гостям города листовки профилактической тематики о здоровом образе жизни. Первый мартовский день подарил анапчанам весеннюю погоду, теплую и солнечную. О том, временное это потепление или весна по-настоящему вступила в свои права, нам рассказал главный синоптик Рай Андрей Бондарь. Сильных холодов уже не будет. И те холода, которые мы ожидаем, это можно больше уже отнести именно к весенним заморозкам, поскольку температура будет опускаться только в ночное время. На Черноморском побережье минимальные температуры будут на уровне до минус 2 градусов. Дневные температуры, наоборот же, будут уже достаточно высокими. Итак, температура ниже 10 градусной отметки в дневное время, возможно, только во второй декаде. Всю первую декаду температуры будут достаточно высокие, порядка 15-20 градусов. Но все равно весна, март месяц, и я думаю, что уже можно приводить дворы, сады и пляжи в порядок. Подготовка к курортному сезону сегодня первоочередная задача для всех городских служб Анапы. На Пионерском проспекте выполняется серьезнейшая работа. Строительство велосипедной дорожки, общее благоустройство на подходе озеленения. Глава Анапы проинспектировал ту часть курортной магистрали, которая должна преобразиться, и подверг жесткой критике, представшую перед его глазами картину. По мнению Сергея Сергеева, у подчиненных нет должного ответственного отношения к поставленной задаче. Страдает качество и упускается время. Своим заместителем он определил график. Каждое утро и вечер контролировать и принимать работы на проспекте. На Пионерском проспекте уже видны очертания будущих новшеств. Но у глаза бросается беспорядок, который устроили рабочие, спиленные ветки деревьев и неухоженные проезды к санаториям. По мнению главы города, ответственные службы пустили благоустройство проспекта на самотек. Вот это что такое, Владимир Владимирович? Я к ней не обращаюсь. Вы к ней не обращались. Вы должны быть вчера с закатом солнца прийти и заставить вот это сделать. Почему это ничего не делается? Скажите мне. Это что за бардак? Вы посмотрите на этот тротуар. Кто это сделал? Скажите. Салтановский, Зеленстрой. Кто разрешал вообще резать зеленые ветки? Зеленстрой ручается спилен и только сухие ветки. И те, что помешали бы велосипедистам на их новом пути. Глава объяснение принял, но потребовал выполнять работу обдуманно. Это же замечание Сергей Павлович адресовал Римстрою. Зачем тянуть с асфальтированием и благоустройством вокруг? Почему не делать этого поэтапно? Это что? Вот это под асфальт? Или вы на один год сделали? Нет? Так сделайте вот этот отрезок. Подготовьте под асфальт. Идите дальше. Вы зачем идете в минуту? Потому что это проще, понимаете, чем вот эта трудоемкая работа. Если вы не подготовите, дальше вы не пойдете. Прямо сегодня начинаете. И после себя оставляете порядок. Проезды к неработающим объектам на Пионерском должны быть недоступны. Это элементарные требования антитеррора. Пока идет благоустройство в порядок, надо привести все перекрестки и проезды. Запустение царит на бесхозяйственных территориях. Если не объявляется собственник, значит, наведение порядка должно стать заботой муниципалитета. Большинство руководителей действующих предприятий, как правило, уговаривать не надо. Сами понимают, что внешний облик – это визитная карточка их объектов. Директор «Спутника» рассказывает главе, как готовятся к сезону. У нас деревянные лежаки, но в этом году мы решили приобрести пластмассовый. Потому что все-таки вид, это самое, намного лучше. Ну, хотя они 2-3 года в грестинке, в средах все поломались, вытянули. А деревянные мы всегда можем подремонтировать. Вот смотрите, это на ваше осмотрение, они должны быть эстетичного вида. Да, да, да. Меня больше интересует спасательный пост. Это вот мылый спасательный пост. Чтобы это было красиво. Да, да. А вот это что за коммуникации, кто это вел? Это вот… Это НЭСК. Да, да, НЭСК. Так, и почему он НЭСК после себя не устранил? Сергей Павлович, завтра запускается. Значит, сегодня перекрыть ему здесь. Это что за линия идет? Вот это когда рыл НЭСК? Полгода назад. Если бы вы пешком здесь прошли, вот этого бы не было. Это что за коммуникация идет, скажите? Клотрасса. Чья? Чья? Тепловик. Почему она в таком состоянии? Что с Кругликовым нельзя найти общий язык? Это же наш курортный проспект фактически. Понимаете? Мы готовим для людей. Вот он идет и смотрит. Вот, пожалуйста, Анапа. Неужели нельзя привести в порядок эту теклотрассу, а? К добросовестным руководителям вопросов нет. Просто нужен диалог властей и бизнеса. Глава требует не идти на пролом, а сообщать, делать комфортным пространство вокруг. Тем, кто самовольно пытается внести незаконные преобразования, зеленого света не будет. Ну, он награжден. С кем это обошел? Был на комиссии, говорим. Ну что, отдали разрешение? Ну да, сказали проект сделать и отдал. Вы его сделали? Отдал, да. Что оттал? Ну, проект документов. Давайте убирайте. Проведем по красной линии существующего режима. Хорошо? Не надо бодаться, не надо играться. И самодеятельность. Отдал проект и получил согласованный проект. Это разные вещи. Хорошо? И сегодня начните демонтаж. Замечаний Сергей Сергеев высказал немало. Ежедневно глава хочет видеть отчет о том, как продвигаются работы. Каждый день заместители должны начинать на объекте, а вечером принимать новый этап ремонта. Наведение порядка планируется не только на главной курортной магистрали. К высокому сезону должна преобразиться вся Анапа. Сегодня на Кубани стартовал двухмесячник по благоустройству. С 1 марта по 30 апреля наводить порядок на улице Ханапа выйдут все структурные подразделения администрации, учебные заведения, предприниматели, общественные организации и жители курорта. В рамках санитарного двухмесячника планируется провести работы по чистке при бордюрной части дорог, газонов, тротуаров, площадей и зеленых зон. Также необходимо провести восстановление ограждений, разбить новые цветники, привести в порядок придомовые территории и фасады частных жилых домов и общественных зданий. Кроме того, должны быть ликвидированы все стихийные свалки. Одна из таких возле дома на Лермонтово 120А давно беспокоит жителей. Найти хозяина свалки уже не представляется возможным. В этом районе, кроме жилых домов, располагаются офисы компании. Также неподалеку ведется большая стройка. Наши корреспонденты вместе с управлением муниципального контроля попытались разобраться в грязной истории. С фасада все прилично, а во дворе брошены строительные конструкции. Дальше, через 50 метров вглубь, отдельным островком уже явно бытовой мусор. Кто его выбросил, установить уже невозможно. Это могут быть как местные жители, так и те, кто проходил мимо, и кому было лень делать лишний крюк до контейнеров. Через участок проходит в прямом смысле народная тропа. Представитель жильцов Александр Петрович на момент съемки находился на работе. По телефону он пояснил, что квартир в доме немного, поэтому они решили не приглашать управляющую компанию, а все вопросы решать самостоятельно. По его словам, у них проблем с вывозом, бытовых отходов нет, машина приходит регулярно. Сейчас раз в три дня хватает, летом практически каждый день. Я не знаю, какая компания, там через соседей мы это самое, они у них забирают параллельно нас, а мы там с ними уже по взаиморасчетам все договоримся. Чтобы вывезти строительный мусор, нужно заплатить 5000 рублей. В правлении дома предлагали соседям сделать это в складчину, но они не спешили, видимо, полагая, что это не их проблема. В любом случае, у участка есть собственник. Участок частный, но он подпадает под действие статьи 3.2.608-го краевого законодательства. На данном участке мы выявим, заделаем запрос, установим собственника земельного участка и направим ему уведомление о приведении земельного участка в надлежащее санитарное состояние. По выявленным нарушениям специалисты муниципального контроля составят административный протокол. Стихийная свалка похожа на воспаление. Если не принимать мер, то она будет разорстаться. Старший по дому пообещал уже в ближайшие дни организовать жителей на субботник, чтобы совместно с предпринимателями, которые арендуют помещение на первом этаже, решить общую проблему, что называется по-соседски. Совсем скоро в городе еще одним спортивным объектом станет больше. В школе номер 7 заканчиваются работы по строительству бассейна, который планируется запустить уже к концу марта. Новый объект обещает быть качественным, красивым и безопасным. Здесь предусмотрены три варианта обогрева. Это и стандартная система отопления с помощью радиаторов, а также теплые полы с регулируемой мощностью и вентиляционная система с подачей теплого воздуха. Бассейн предусмотрен для детей разных возрастов. Глубина от 90 до 120 сантиметров. На сегодняшний день технологическая обвязка чаши бассейна уже смонтирована. Закуплено все необходимое технологическое оборудование. Из основных видов работы осталось выполнить монтаж потолка и пусконаладочные работы вентиляционной системы. Планируется, что монтаж специализированного алюминиевого реечного потолка, аналог которого используется и при строительстве олимпийских объектов, будет завершен уже через неделю. Плёночное покрытие для чаши бассейна будет монтироваться в последнюю очередь. Работы ведутся круглосуточно, чтобы к концу третьей четверти школьники уже смогли опробовать новый бассейн. С чего начиналось региональное движение ветеранов Айды в Афганистане? Первые шаги были сделаны именно в Анапе. Его основоположник Владимир Андронов провёл для нашей съёмочной группы эксклюзивную экскурсию по знаковым местам. Показал, где была скамейка для неофициальных собраний. Отсюда началась общественная деятельность кавалера двух орденов Красной Звезды Владимира Андронова. Улица Пушкина. Через дорогу сквер боевой славы. В конце 80-х здесь было одноэтажное здание. Отдельный вход там, где сегодня деревянная лестница. По словам ветерана Афганистана, идея объединиться в общественную организацию витала в воздухе. Привыкшие к коллективизму в бою, мы рассчитывали и на взаимную поддержку, находясь уже на гражданке. Организация ветеранов-афганцев стала первой на Кубани и одной из первых на постсоветском пространстве. До этого уже собирались в памятные даты в сквере боевой славы. Где-то здесь была скамейка, которая появилась как бы сама собой. А после появления памятников также незаметно исчезла. Работа над монументом шла в момент развала СССР. Сломалась идеология и знаки «плюс» превратились в минусы. Символ был необходим. Это работа анапского скульптора Василия Полякова. Образ собирательный. Армейские погоны, тельняшка и автомат, как у десантников. Каждый ветеран узнает себя. Анапчане и гости города делают шаг к пониманию, каково это быть солдатом. Это усталость от проделанной работы. Ну, будь то столевар или камнетес, а это солдат. У него, ну, та же самая работа, только может быть более, как бы сказать, грязная, тяжелая, может быть, менее благодарная. Вот красавец из станицы Анапской, Макарчук, Аркаша, пулеметчик, погиб, прикрывая отход. «Однополчанин» вместе с анапчанами, не вернувшимися, как говорили тогда, из-за речки. Имелась в виду граница СССР и Афганистана по рекам Пянш и Амударья. Это офис Организации инвалидов войны в Афганистане и боевой травмы. Здесь он, по сути, ревизор. В одном из кабинетов – карта боевых действий. Владимир Андронов был наводчиком аркалерии. По сути, одной из приоритетных целей для врага. «Батальон располагался в провинциальный центр города Бамиан». Десантники сопровождали автомобильные караваны. В горах поджидали засады. Иногда, как говорят сегодня, из умеренных, а иногда из радикалов. Военные медики вели прием мирного населения в городской больнице. Оборудована она по меркам 80-х годов, была очень неплохо. А сам городок до войны был очень популярен у туристов. Там были статуи Будды, которые позже взорвали талибы. Какое именно дерево он посадил в парке за монументом? «Три свечи» Владимир Андронов помнит, как говорит сам, с 90-процентной вероятностью. Можно сказать, что появление одного из символов города – результат проделанной до этого общественной работы. С инициативой вышла городская администрация. Деньги собирали всем миром в ходе специального марафона. А проект придумали школьницы из расположенной напротив гимназии Эврика Полина Горяева и Анна Красовская. Владимир Андронов – один из тех, кто рассказывал об Анапе, как о городе воинской славы. Сам он представил город-курорт в финале поисковой экспедиции «Имя Кубани» приуроченный к 80-летию образования региона. Эта награда, вопреки всем законам юриспруденции, – это ответственность за то, что еще не сделал. То есть, получается, в общем, есть над чем работать еще. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам нового партнера программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok